Здравствуйте, друзья. Я вижу, что вы нас уже видите. Я проверил техническую сторону. У нас на подходе Женя Кустошкин. Вот я его уже тоже наблюдаю. Женя, здравствуй. Привет. Привет. У нас уже есть зрители, и я предлагаю им, пожалуйста, написать в комментариях о том, что все в порядке с технической стороны. Но я со своей стороны уже вижу, что видео совершенно замечательно воспроизводится на странице. И, собственно говоря, мы можем начинать. Но все-таки я прошу вас подтвердить, друзья. То есть если вы видите, что вы слышите звук и видите видео, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы мы были 100% уверены, что все в порядке. Окей. Женя, у тебя замечательная сегодня тема. То есть я в предвкушении черпнуть, как обычно это происходит в общении с тобой, некой глубины. То есть мы будем говорить о интегральном подходе. Я зачитываю буквально название темы. В развитии объемного мышления для решения прагматических задач в организациях и сообществах. То есть ты можешь сделать некое выступление на эту тему. Как вот ты сам к этому отнесешься? Как бы тебе хотелось, чтобы мы вот в каком-то живом режиме общались? Или ты возьмешь некое время, а потом мы с тобой поговорим в контексте вопроса? Да сложно тут сказать. Какого-то заготовленного спича у меня нету, поэтому я могу там попробовать несколько слов сказать, а дальше можем перейти в режим вопроса. Хорошо. Хорошо. Тогда, соответственно, друзья, если вы, конечно же, и нас видите, да, вы можете оставлять вопросы в комментариях для Евгения Пустошкина. Мы Женю еще не представили. То есть как-то так уже кажется, что не нуждаются представления люди такого, значит, в теме настолько додолго и давно присутствующего. Тем не менее, я от себя хочу сказать. Мы с Женей познакомились «Столько не живут», потому что, наверное, лет 8 или 7 назад, я затрудняюсь считать, это было сообщество Рокен Уилбер. Я с превеликой радостью обнаружил, что есть люди, которые заморачиваются на те же книги, которые я и без ума от этой литературы, от этой философии. И я окунулся в обобщение с этими замечательными людьми. А впервые мы увидели друг друга, пожали друг другу руки на 17-й конференции транспорциональной в Москве. Там же мы познакомились с Сашей Штавелл, а там же я познакомился с Эгуменом Евмением, так сказать, впервые. И с тех пор, так или иначе, у нас есть некие совместные участия в общих мероприятиях, мы довольно часто переписываемся, встречались, работали. Женя – это переводчик книг Кена Уилбера, это психолог, это человек очень глобально, сильно, интересно, невероятно интересный мыслящий. Это автор и ведущий нескольких сообществ на Фейсбуке, ВКонтакте и сайтов, посвященных интегральному подходу. И далее я умолкаю, потому что я думаю, что все-таки Женя расскажет о себе еще, может, если я что-то упустил о себе, ты можешь рассказать. И тогда, когда ты сделаешь вот это сообщение, которое ты хотел развернуть, мы тогда продолжим разговор в таком свободном режиме. У нас есть сейчас времени, чтобы поговорить именно о том, какую объемность придает интегральный подход в таком стратегическом направлении организации. Да. Окей. Ну, спасибо. Спасибо. Я все время хочу тебя называть Анатолием, чтобы еще больше, как бы, подчеркнуть, не знаю, уважение свое, которое я к тебе испытываю. Но все равно мы живые существа, поэтому Женя, Толя, вот так вот мы друг с другом и общаемся. Ну, на каких-то официальных мероприятиях я часто стараюсь говорить Анатолий. Вот. А скоро придет время, когда люди будут называть нас по имени-отчеству? Как тебя по батюшке, прости, Евгений Андреевич. Евгений Андреевич. Вот Евгений Андреевич Кустошкин. Пустяк, он был первым человеком, или, может быть, не знаю, не первым, который представит тебе так. Слово представить себе Евгения Андреевича Кустошкина. Но я все-таки надеюсь на эволюцию сознания в нашей стране. И сейчас тренд есть, ну, все меньше люди по батюшке называют друг друга, а все больше как бы, ну, чисто от сердца к сердцу, можно сказать. Ну, я еще дополнил бы про себя, вот эту самую репрезентацию, что я сооснователь и главный редактор журнала «Эрос и космос». Он находится по адресу eros.kosmos.org, «космос» через «к» пишется. Вот это довольно значимый проект, который занимает значительную часть моей жизни и значительную часть ребят, которые у нас в редакции работают. И также я, ну, соосновал и с уведущим, ну, конечно же, я здесь больше, как вот вчера Марина Данилова говорила про то, что их компания в роли такого моста выступает, ну, как у них метафора текущая их организационная. Я вот выступаю в роли чего-то вроде психопомпа или тоже посредника между вот Россией и другими странами и вот холосоденцем, вот такой подход, который мы используем, основанный Сергеем Куприяновым. И вот сейчас мы намечаем контуры того, что уже вот 2-2 года я называю вместе с нашими ребятами, с нашей командой Международным интегральным институтом холосоденции, где одно крыло – это вот интегральная теория и практика, предложенная Кену Вилбером, а второе крыло, что птичка должна махать обоими крыльями – это вот холосоденцем как практическое применение интегрального подхода к сферам жизни, психотерапии, консультирования, каких-то поведения тренингов, фасилитации. Ну и недавно мы основали проект, тоже хотел бы с вами поделиться. Его вчера Елена Морозова и Елена Рюсе уже упоминали, это интегральное пространство. Наш санкт-петербургский проект, но мы не ограничиваемся только Санкт-Петербургом, то есть мы уже провели какие-то первые мероприятия в Петербурге, в Москве. Вот мы организовывали секцию по интегральному подходу, где вот и Анатолий участвовал, и мы пригласили несколько интересных людей. Это было на мероприятии, называется ПИР, Академия Марка Кукушкина организовывала практики развития. Это такая большая организационная конференция. То есть задача и цель, наверное, моей деятельности и деятельности, наверное, всех проектов, с которыми я участвую, потому что те сущности, которые мы обозначили, они немножко разные. Хоть они все взаимосвязаны в едином мешворке, но они при этом немножко разные. Задача и цель — это продвижение и углубление интегрального подхода в России и за рубежом. То есть я мыслю себя и гражданином России, и гражданином мира в каком-то смысле. В том смысле, что у меня много друзей в разных странах, я интересуюсь очень европейской культурой, и я очень переживаю иногда за то, что происходит с европейской культурой, и при этом радуюсь каким-то достижениям, и понимаю мысль о России как страну, которая имеет и свое собственное лицо, и сердце, и является издревле важной частью такого европейского самосознания, что, конечно же, в последнее время недопонятно, мне кажется. То есть я бы когда-нибудь, может быть, сейчас я не готов на эту тему говорить, но мне вот интересна эта тема о глобальной роли русского сознания, именно не России как государству, не каких-то там системных вещей, хотя это все важно, но именно русское сознание, которое имеет какую-то уникальную свою, окрашенную нашей культурой, нашей историей, нашими истраданиями, и радостями душу. Но это отдельная тема. А здесь я заявил тему, которая называется «Каким образом интегральный подход может приводить к развитию объемного мышления, и как это может помогать развитию организаций и сообществ?» Термин «объемное мышление» — это тот термин, который мы предлагаем в интегральном пространстве с Еленой Морозовой, Еленой Рюсе, и Татьяной Парфеновой, Дмитрием Кузнецовым, мною, и мы планируем сотрудничать довольно таки широко с разными индивидуумами, организациями, активистами вот в сфере интегрального подхода. Объемное мышление — это то, что у вас возникает, когда вы приближаетесь к интегральному видению, интегральному сознанию. Это то, что позволяет тот каркас, на основании которого у вас может возникнуть панорамное видение, то есть видение целостное, когда вы все сферы своей жизни и все основные сферы своей жизни, допустим, профессиональные, прозреваете, просматриваете со всех возможных ракурсов, чтобы не оставались какие-то скрытые в вас слои опыта, субъекты, какие-то ваши внутренние карты, которые вы недоосознали, которые у вас имеют, вместо того, чтобы быть объектами вашего осознавания, которыми вы пользуетесь, как раскладывая пасьянс. И объемное мышление позволяет вам быть не картой в этом пасьянсе, которая раскладывает какие-то вышестоящие структуры сознания или контексты какие-то более неосознаваемые, а быть более активным участником и игроком в этот пасьянс, несмотря на то, что все мы, конечно же, участвуем в этом мировом пасьянсе с диалектических позиций, может быть, а может быть и даже вообще с позицией глубины взаимосвязанности всего со всем. И все это происходит в пространстве диалога. Даже если вы занимаетесь монологом, как я сейчас, мне очень трудно разговаривать с самим собой в этом формате вебинара, но я стараюсь как бы настраиваться хотя бы с чувством того, что кто-то здесь присутствует и слушает меня. То есть я на такой подводной лодке вот этого вебинара плыву, подаю сигналы в открытый космос, эти сигналы летят или нет, это уже не мой бизнес, я вот пытаюсь так вот сделать. Я вообще хотел начать то, что я буду говорить. Я буду говорить не очень долго, в таком монологическом режиме, как Анатолий предложил. Я думаю, может быть, более интересно будет вам послушать и посоучаствовать в диалоге. Но все-таки несколько слов я скажу. И одно из них, оно касается того, что я думаю, что бизнес, предприниматели, мое отношение к этому, чем взрослее человек становится, я еще достаточно молод, поэтому не было у меня, может быть, в предыдущий год такого опыта. И я всегда как будто бы, ну, вот есть такое карикатурное изображение оранжевого мема по спиральной динамике, то есть ребята, которые бегут, не знают куда в стратегическом плане, но все время бегут и только интересуются там выгодой. Такая карикатура. Вот, и разумеется, в нашей стране есть такое культурное непонимание, что такое дух свободного предпринимательства, да и были и остаются какие-то сложности в той атмосфере, в которой все это происходит. Ну, уже на дворе 2016 год, и тема вот этой конференции – это эволюция, эволюция не стоит на месте, все наши культурные пласты и социокультурные пласты, они эволюционируют. И если вы ходите по улицам, не знаю, по крайней мере, основных городов-миллионников России, я вот имею привилегию и счастье, и радость постоянно как-то курсировать между Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом. В декабре мы с семинаром по холостенденции поедем в Екатеринбург, и я увижу тоже, каково это. Но я замечаю, как буквально в глазах особенно малый бизнес, который виден на улицах вот различные сообщества молодежи или там людей различных возрастов, которые занимаются своими проектами, люди словно бы просыпаются ото сна и стремятся брать лучшие практики или сами придумывают свой путь, делают какие-то свои ошибки и выполняют какие-то проекты, типа очень много там сейчас развивается вот везде общественное питание, например, кафешки разные открываются, кафешки не просто там столовки, а уже свои собственные заведения, своей собственной философией. Вот в Санкт-Петербурге, к чему я всегда радуюсь и удивляюсь, в пешей доступности, вот примерно там ты можешь полчаса в разные стороны в центре идти, и тебе будут в пешей доступности доступны где-то 10-15 вегетарианских кафе и ресторанов разного класса со своей философией, со своими дизайнами интерьера, то есть все это развивается. Среди моих знакомых очень много, например, людей, которые занимаются IT-бизнесом, это молодежь, которые в 80-е годы уже родились, то есть как и я, мои сверстники, постарше или даже помладше, которые занимаются IT-бизнесом, вот это поднялись очень серьезно и серьезно разработки приложений, каких-то технологических решений. И они также очень мыслят современно и пытаются брать примеры, допустим, ну иногда немножко копируют, но очень много индивидуальностей есть, которые действительно по-своему все ассимулируют. Брать пример с Кремниевой долины, и некоторые даже уезжают в Калифорнию, там успешно ведут бизнес или там не так успешно, там возвращаются. В общем, все это интересно, то есть мы развиваемся, наше русскоязычное поле, оно развивается. И хотя раньше я думал, что бизнесмены, предприниматели, был такой стереотип, это абсолютно, я вам говорю, это не отрефлексированный стереотип, там может быть 10 лет назад, который у меня мог быть, но то, что люди, которые занимаются бизнесом и пытаются урвать что-то себе, это, разумеется, все абсолютно наивный взгляд на эти вещи, что-то он отражает, но глубинную суть предпринимательства не отражает. То есть была мысль, что это какие-то узколобые люди. Однако сейчас, на мой взгляд, вот как бы вот это вот за эти годы, то, что у меня произошла эволюция, моего видения, не только корпоративного сектора, там крупные каких-то люди, которые работают в недрах, крупных, многотысячных корпораций, где там свои какие-то сложности есть, насколько я знаю и успел побеседовать с людьми, которые много лет работали там, но и там средний и малый бизнес. Очень часто среди, особенно, собственников бизнеса, генеральных директоров встречаются очень продвинутые, стремящиеся к целостности и не ставящие перед собой идеологических барьеров, ну, ненужных, ограничивающих убеждений люди. Люди, которые мыслят сами за себя, то есть то, что Роберт Киган называет как минимум стадии самоавторствующего разума, то есть люди, авторы своих собственных ценностей, принципов, которые они реализовывают в России, в Европе, в Америке, ну, нас интересует, может быть, меня, по крайней мере, интересует про Россию, в России тоже таких людей очень много, и я думаю, что интегральный подход помогает прежде всего, поскольку это очень элитный инструмент. Мы пытаемся, мы много делаем для того, чтобы распространять эти знания интегрального подхода, потому что всегда необходимо, чтобы был свежий приток молодых, ну, разных возрастов людей, которые только входят в эту сложную, довольно, парадигму интегрального подхода и будут делать какие-то шаги в течение нескольких лет, осваивая его, там, 5, там, 8 лет, а потом вдруг расцветают и понимают, ну, результаты более плодотворные раньше начинаются, но именно вот, когда вы осваиваете этот инструмент на уровне не новичка, а мастера, это полностью меняет и преображает все ваши взаимодействия с миром, с другими людьми. Разумеется, одной теории недостаточно, интегральный парадигм – это набор не теорий, а практик. Он показывает вам, какие вы можете выполнять практики в различных квадрантах, вот этих квадрантах сознания, мозг, поведение, межличностные отношения и культура. В рамках организации это называется, так кавычка, корпоративная культура. Но это просто потому, что организация, само это слово, оно больше обозначает нижнеправый квадрант, вот этот системный, то есть это система. И часто люди, которые на старых волнах сознания этим занимались, они обращали внимание только на объективные показатели. Сейчас же ни для кого не секрет, это даже интегральный подход не выложен для того, чтобы это показывать. Очень большое влияние, акцент делается на том, что любой организации скоррелят в виде того, что Кеновилл проназывает нижнелевый квадрант или культура. Организация и организованность это форма культуры, взаимодействие между людьми, которые выполняют какие-то процессы и достигают каких-то результатов в обществе, удовлетворяют какие-то потребности, связанные с тем, что и есть сейчас у общества, или формируют новые ниши, показывают людям, что у них есть какие-то неактуализированные потребности. Иногда, конечно, бывает такой постмодернистский дискурс, когда заходят слишком далеко и создают вообще симулякры полные. Однако нельзя сводить весь бизнес, весь маркетинг к созданию симулякров и симуляций. И вы сами, многие из тех, кто работают, это люди, которые являются социально ответственными людьми, то есть выполняют какую-то миссию перед обществом, хотят что-то сделать, даже не потому, что они такие вот альтруисты, самаритяне в таком наивном каком-то смысле, а потому, что они чувствуют драйв к самосовершенствованию и превосходству, и вот это вот игривое отношение к жизни и тому, что даже если они исходят преимущественно с оранжевой предпринимательской парадигмой, отношение к когда вы приближаетесь к интегральному видению и интегральному сознанию, это то, что позволяет тот каркас, на основании которого у вас может возникнуть панорамное видение, то есть видение целостное, когда вы все сферы своей жизни и все основные сферы своей жизни, допустим, профессиональные, прозреваете, просматриваете со всех возможных ракурсов, чтобы не оставались какие-то скрытые вас слои опыта, субъекты, какие-то ваши внутренние внутренние карты, которые вы недоосознали, которые вас имеют, вместо того, чтобы быть объектами вашего осознавания, которыми вы пользуетесь, как раскладывая пасьянс. Вот, и объемное мышление позволяет вам быть не картой в этом пасьянсе, которая раскладывает какие-то вышестоящие структуры сознания или там контекст какие-то более-более неосознаваемые, а быть более активным участником и игроком в этот пасьянс, несмотря на то, что все мы, конечно же, участвуем в этом мировом пасьянсе с диалектических позиций, может быть, а может быть, и даже вообще с позицией глубины взаимосвязанности всего со всем, и все это происходит в пространстве диалога, даже если вы занимаетесь монологом, как я сейчас вот мне очень трудно разговаривать с самим собой вот в этом формате вебинара, но я стараюсь как бы настраиваться хотя бы с чувством того, что кто-то здесь присутствует и слушает меня, то есть я на такой подводной лодке вот этого вебинара плыву, подаю сигналы в открытый космос, эти сигналы летят или нет, это уже не мой бизнес, я вот пытаюсь так вот сделать. я вообще хотел начать то, что я буду говорить, я буду говорить не очень долго в таком монологическом режиме, как Анатолий предложил, я думаю, может быть, более интересно будет вам послушать и посоучаствовать в диалоге, но все-таки несколько слов я скажу, и одно из них, оно касается того, что я думаю, что бизнес, предприниматели. Мое отношение к этому, чем взрослее человек становится, я еще достаточно молод, поэтому не было у меня, может быть, в предыдущий год такого опыта, и я всегда как будто бы, ну, вот есть такое карикатурное изображение оранжевого мема по спиральной динамике, то есть ребята, которые бегут, не знают, куда в стратегическом плане, но все время бегут и только интересуются там выгодой. Такая карикатура. Вот, и разумеется, в нашей стране есть такое культурное непонимание, что такое дух свободного предпринимательства, да и были и остаются какие-то сложности в той атмосфере, в которой все это происходит, но уже на дворе 2016 год и тема вот этой конференции это эволюция, эволюция не стоит на месте, все наши культурные пласты и социокультурные пласты, они эволюционируют и если вы ходите по улицам, не знаю, по крайней мере основных городов миллионников России, я вот имею привилегию и счастье и радость постоянно как-то курсировать между Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, в декабре мы с семинаром по холосценденции поедем в Екатеринбург и я увижу тоже, каково это, но я замечаю, как буквально в глазах особенно малый бизнес, который виден на улицах вот различные сообщества молодежи или там людей различных возрастов, которые занимаются своими проектами, люди словно бы просыпаются ото сна и стремятся брать лучшие практики или сами придумывают свой путь, делать какие-то свои ошибки и выполняют какие-то проекты, типа очень много там сейчас развивается вот везде общественное питание, например, кафешки разные открываются, кафешки не просто там столовки, а уже свои собственные заведения со своей собственной философией вот в Санкт-Петербурге, к чему я всегда радуюсь и удивляюсь, в пешей доступности вот примерно там ты можешь полчаса в разные стороны в центре идти и тебе будут в пешей доступности доступны где-то 10-15 вегетарианских кафе и ресторанов разного класса со своей философией, со своими дизайнами интерьера, то есть все это развивается. Среди моих знакомых очень много, например, людей, которые занимаются IT-бизнесом, это молодежь, которые в 80-е годы уже родились, то есть как и я, мои сверстники, постарше или даже помладше, которые занимаются IT-бизнесом, вот это поднялись очень серьезно разработки приложений, каких-то технологических решений, и они также очень мыслят современно и пытаются брать примеры, допустим, иногда немножко копируют, но очень многие индивидуальности есть, которые действительно по-своему все ассимулируют, брать пример с Кремниевой долины, и некоторые даже уезжают в Калифорнию, там успешно ведут бизнес, или там не так успешно, там возвращаются, в общем, все это интересно, то есть мы развиваемся, наше русскоязычное поле, оно развивается. И хотя раньше я думал, что бизнесмены, предприниматели, был такой стереотип, это абсолютно, я вам говорю, это не отрефлексированный стереотип, там может быть, 10 лет назад, который у меня мог быть, но то, что люди, которые занимаются бизнесом и пытаются урвать что-то себе, это разумеется, все абсолютно наивный взгляд на эти вещи, что-то он отражает, но глубинную суть предпринимательства не отражает, то есть была мысль, что это какие-то узколобые люди. Однако сейчас, на мой взгляд, вот как бы вот это вот за эти годы, то, что у меня произошла эволюция моего видения не только корпоративного сектора, там крупные каких-то люди, которые работают в недрах крупных, многотысячных корпораций, где там свои какие-то сложности есть, насколько я знаю и успел побеседовать с людьми, которые много лет работали там, но и средний и малый бизнес. Очень часто среди особенно собственников бизнеса, генеральных директоров встречаются очень продвинутые, стремящиеся к целостности и не ставящие перед собой идеологических барьеров, ну, ненужных, ограничивающих убеждений люди. Люди, которые мыслят сами за себя, то есть то, что Роберт Киган называет как минимум стадии самоавторствующего разума, то есть люди, авторы своих собственных ценностей, принципов, которые они реализовывают в России, в Европе, в Америке, ну, нас интересует, может быть, меня, по крайней мере, интересует про Россию, в России тоже таких людей очень много, и я думаю, что интегральный подход помогает прежде всего, поскольку это очень элитный инструмент, мы пытаемся, мы много делаем для того, чтобы распространять эти знания интегрального подхода, потому что всегда необходимо, чтобы был свежий приток молодых, там, ну, разных возрастов людей, которые только входят в эту сложную, довольно, парадигму интегрального подхода и будут делать какие-то шаги в течение нескольких лет, осваивая его, там, пять, там, восемь лет, а потом вдруг расцветают и понимают, результаты более плодотворные раньше начинаются, но именно вот когда вы осваиваете этот инструмент на уровне не новичка, а мастера, это полностью меняет и преображает все ваши взаимодействия с миром, с другими людьми. Разумеется, одной теории недостаточно, интегральный парадигм это набор не теорий, а практик. Он показывает вам, какие вы можете выполнять практики в различных квадрантах, вот этих квадрантах сознания, мозг, поведения, межличностные отношения и культура. В рамках организации это называется, так кавычка, корпоративная культура. Но это просто потому, что организация, само это слово, оно больше обозначает нижнеправый квадрант, вот этот системный, то есть это система. И часто люди, которые на старых волнах сознания этим занимались, они обращали внимание только на объективные показатели. Сейчас же ни для кого не секрет, это даже интегральный подход не нужен для того, что это показывает. Очень большое влияние, акцент делается на том, что любая организация искоррелят в виде того, что Кенуэлл проназывает нижний левый квадрант или культура. Организация и организованность это форма культуры, взаимодействие между людьми, которые выполняют какие-то процессы и достигают каких-то результатов в обществе, удовлетворяют какие-то потребности, связанные с тем, что есть сейчас у общества или формируют новые ниши, показывают людям, что у них есть какие-то неактуализированные потребности. Иногда, конечно, бывает такой постмодернистский дискурс, когда заходят слишком далеко и создают вообще симулякры полные. Однако нельзя сводить весь бизнес, весь маркетинг к созданию симулякров и симуляций. Мы тогда с Женей продолжаем. То есть у нас была первая часть это вот некое Женевое наступление, которое мы срежем, объединим потом в одно видео. И в связи с этим есть несколько тезисов у Жени, которые он озвучил. Мне хочется что-то дополнить и что-то уточнить. в контексте дополнения или как это вот этот тезис о том, что бизнес меняется, но это очевидно, действительно, бизнес эволюционирует, даже оставаясь в пределах оранжевого. И вот это я бы хотел сказать, что он эволюционирует, понимаете, вот в пределах оранжевого. Оранжевое – это не просто одна страна, это мы для упрощения говорим, это одна струна или уровень. Это там тоже есть свои подстадии, подфазы. Есть, например, такая замечательная стадия, на которой большинство сотрудников, большинство компаний находят стадии эксперта. Она на самом деле между синим и оранжевым. Она не вошла в спиральную динамику, когда разговаривал об этом Сюзанна Гройтер исследователем мэгоразвития. Она говорит, что она уверена, если бы сегодня Клэр Грейвис посмотрел на свои данные заново, то он бы увидел, что это явно стадия, что она просто явно выскакивает. Это стадия, когда ты уже отрекаешься от зависимости от референтных групп и конвенциональных каких-то там, как тебя оценит общество, соблюдаешь ли ты нормы его и правила и принципы, и предъявишь ли ты единой веры. Но возникает для тебя твоя референтная группа – это авторитет. И ты следуешь авторитету, и там, если ты, не знаю, слесарь или программист, или там, не знаю, HR-щик, то для тебя авторитетом является там твой авторитетный слесарь, авторитетный программист или авторитетный HR-щик. И ты вообще другие перспективы не можешь воспринять. Это между синим и оранжевым. Сейчас, я думаю, что больше появляется именно добросовестного бизнеса, потому что это естественное проявление сознания. Любая форма организации – это форма проявления организации сознания. Сознание не может существовать, не изливаясь куда-то в мир и следует каким-то принципам имплицитным и эксплицитным того, как оно все организовывает. Сейчас вот то, что происходит, вот это, то, что раньше было тадюсеньким слоем, начинает расширяться. Снизу подпирают эксперты, которые там, ну, торопятся там все делать как бы по принципам, которые им авторитеты дали, а наверху уже происходит выход такой вот соприкосновения с реальностью плюралистической стадии, зеленого вот этого мема, вот этого человечности, чувствующего язвимости, вот этого всего и иного качества жизни. Вот то, что я хочу сказать, вот немножко отрефиксировав, извини, что там тебя так перебил, просто поперло немножко, что я хочу сказать, отрефиксирую, что вчера вот обсуждалось, то есть ребята хотят перепрыгнуть через зеленый, как бы сразу в желтый из оранжевого. Скорее всего, ребята, они еще и оранжевый, как бы не, ну, целиком-то они транслировали, это нормально, как бы все мы добираем какие-то недопроведенные опыты. Вы понимаете, люди переходят в зеленый не потому, что он такой глупый уровень, там, и вы все там становитесь глупыми, это все, это неправильная его интерпретация. Зеленый уровень повышения резкого качества жизни вашей. Вы вдруг начинаете жить, блин, шикарно, вы не зависите от какой-то одной системы ценностей, которую вы для себя выстроили, вы видите целый вея различных возможных перспектив, возможностей, и вы просто, ну, начинаете сценить easygoing life, жизнь, которая имеет очень высокое качество контакта с другими людьми, со своими собой. И не пройдя вот этой стадии, и не избороздив ее вдоль и воперек, там, самостоятельно, а желательно, там, в каких-то профессиональных группах, которые профессионально этим занимаются, чтобы ускорить свое развитие, если там есть такое желание, или хотя бы его сделать более систематичным. Не пройдя это, невозможен, как бы, переход ни к каким-то изумрудным, березовым, желтым, березовым, интегральным организациям. Это просто не получится. Либо вот у меня будет по этому поводу завтра вопрос к Сергею Солонину, который любезно согласился выступить у нас на конференции, то есть это исключительно глубокий опытный человек, который создавал похожие на вот эти вот волушные организации в России, либо, наверное, нужно не перевоспитывать, а набирать людей по каким-то особым критериям, которые уже избраздили. И это, и тогда HR-служба или, скажем так, критерии отбора выходят на первое место. А давай дополним, и тогда мы понимаем, опять же, мы тогда снова приходим к зеленому уровню, или там к лучшим проявлениям оранжевого уровня, когда мы видим, что индивидуум, личность значимее, чем вот все эти процессы, аджайлы и прочее, хотя они тоже важны. Где ты возьмешь, извините меня, зрелого, здорового, проработанного, как бы я про себя даже не говорю, может быть я тоже не оттуда, но добросовестного оранжевого человека или действительно мощно проявленного, интегрированного плюралиста или стратега, то есть там зеленый, желтый, вот эти уровни. Каждый человек становится на вес золота. А еще больше, вот вы набираете этих людей, смешиваете их вместе в одной банке, организовывается культура и вдруг выскакивает то, что все равно будет выскакивать, тень. А как вы проработаете эту тень? Какие методы есть там работы с тенью? Их-то не так-то много, потому что измерения игнорируются. Это то, что мы привыкли игнорировать, то, что мы привыкли отожесточенно бороться, отрицать. И выстраивать эту корпоративную культуру необходимо годами. Это люди, которые создают, то есть создают успешные компании с успешными процессами, они все знают, они подбирают часто, ну разные способы есть, разумеется, но часто ты подбираешь прямо очень уникальным образом констелляции людей, которые друг с другом подходят. Ну то, что Марина Данилова вчера рассказывала, примерно такой процесс происходит в разных формах, в разных видах, в разных творческих ипостатях. Согласен. Еще был у тебя такой интересный тезис относительно того, что в каком-то смысле бизнес является для России, ну и вообще, как бы вот, приходя туда, где бизнеса еще не было, бизнес является чем-то таким очень, но это становится похоже на то, как проповедник пришел пропагандировать религию, языческие, то есть это как некое движение, ну как это, как сказать-то, ну как пророчество своего рода, то есть как возможность для людей как-то вот свертиться слово на языке, некий двигатель эволюции в каком-то смысле. И в определенном контексте действительно в России культуры предпринимательства или, скажем так, как вот чествование, героизма или, скажем, качество предпринимательства, в культуре это не всегда производится, то есть есть некое витающее мнение о предпринимателях, как, скажем, не всегда добросовестных там людях, но создание образа действительно качественного, зрелого, разумного, творческого Атланта, как вот Атланта расправил плечи культурально в Соединенных Штатах вот по опросам эта книга, Эйн Пайн Рэнд, вторая по степени оказывания влияния на культуру после Библии. И эта книга сформировала образ человека, который берет на себя много, способен на многое, достоин многого и на котором держится общество. И там в утопической картине она показывает, что произойдет, если изъять этих людей из общества. В нашем контексте мы только-только начинаем формулировать. У нас вот дух лес, то есть вот эти фильмы, их много, мы их видим. Сейчас фильмы появляются, кстати, очень интересные. И это именно о том, что в культуре возникает образ достойного человека, который многого достиг, который сталкивался с трудностями, который что-то как-то преодолевал. И при этом это образец для подражания не из глянцевого журнала, что это человек, у которого тупо дофига чего-то есть, а это человек, у которого дух богат. Пусть это дух богат не в религиозном смысле и не в нью-эйдж смысле, а в модерновом смысле, но при этом это человек богатый внутренней силой. Внутренним миром. Внутренним миром и мудростью в каком-то смысле. Те предприниматели, с которыми мне посчастливилось столкнуться в жизни, не столкнуться, учиться у них в жизни, и которые меня многому научили, были людьми, проявляющими в ряде случаев экстраординарные способности в мир спокойствия. Когда я помню, я присутствовал на совещании, и мне казалось, что если бы я был на месте вот этого человека, я бы сейчас взорвался, и тут просто тут на камне, на камне не осталось. Нет, он совершенно спокойно отреагировал, он был жесток, он был прям, он был уверен, но при этом он находился в рамках и приличия, и рациональности, и помня о тех людях, которым ему нужно будет потом вернуться, он решил возникшую ситуацию, вернулся к нам и продолжил. И это оказало на меня неизгладимое впечатление. Я говорю, вау, как это можно? То есть люди действительно, атланты, создающие рабочие места, создающие не только для себя обеспеченную жизнь, эти люди достойны восхищения. И они действительно появляются, и они действительно интегрируют синий, и они нуждаются в здоровом синим, и они создают в обществе условия для того, чтобы как бы некие действительно значимые законы, порядки, значимые общие равные условия, в которых можно было бы разворачивать на чем стоит оранжевый. Вот смотри, вот здесь мы приходим именно к тому же, что высвечивает интегральный подход, что ты здесь подчеркиваешь роль социокультурного фона. И понимаете, мы привыкли пассивно относиться к социокультурному фону и читать, кто-то издает книжки Кена Уилбер, условно говоря, или там какого-то еще, а мы пассивно их потребляем. А нужно понимать, что мы активно можем делать вклад в созновление такой культуры, которая потом нам самим будет способствовать. Это может быть трудно на оранжевом уровне это осознать, это больше, как бы это осознавание четвертой перспективы, вот это вот зеленый, особенно интегральный уровень, особенно бирюзовый уровень, где-то конструкт сознающая сознание у тебя возникает, познавание. Здесь какой-то кадровый портал, понятно, я не понял, что... Привет! Толя, у тебя микрофон выключен. Я говорю, это следующий спикер у нас присоединился, да, то есть, но мы можем в живом общении продолжить. Я закончу тогда мысль, что... У нас еще есть 6 минут мы привыкли фокусироваться на фоне, на вот этом атланте, но то, что мы сказали, то, что нам нужно применить свою четвертую перспективу, расширенную четвертую перспективу, что вот этот атлант самого возникновения возникает из фона, это фигура, которая выкристаллизовывается из этого фона, и этот фон мы можем формировать, и самые там преобразующие вещи, которые мы можем сделать, трансформирующие, это работать над созданием контекста и фона социокультурного, который поддерживает, легитимизирует все вот эти вот проявления вот этого предпринимательства, добросовестного, индивидуального. И есть, ну, я не хочу это называть технологиями, это искусство и деятельность и подвижничество в том, что вы развиваете, когда вот никто не видит, все вот являются фигурами, бегающими дощечкой, вы мыслите над всей шахматной вот этой доской и пытаетесь ее преобразить к лучшему, вот в это win-win-win, тому, чтобы возникали эти культурные. И как это сделать, я хочу сказать, у меня вот возникла такая мысль, две мысли. Одна из них касается вот Айн Рэнд. На сайте Integral Life на английском языке есть диалог Кинавилбера с Натаниэлом Брэндоном. Это ученик Айн Рэнд, ее любовник какой-то в мире и специалист, он как бы как психолог, он развил психологию вот этого, психологию самоуважения, self-esteem, самооценки самоуважения. И они обсуждали, что вот этот Атлант, вот этот Айн Рэнд, и сама Айн Рэнд, она очень плохо в принципе разбиралась в людях, то есть она очень много фантазировала, она не разбиралась, как устроен человек, то есть не стоит вот это вот, вот сейчас я вижу как бы кто-то явно способствует изданию вот этих книжек Айн Рэнд. Ну хорошо, ребята, но есть намного лучше книжки, господи, но что вы таких красивых изданий Айн Рэнд издаете, как будто бы это, блин, вершина, хотя она действительно вдохновлять может, то есть у всего есть какое-то вдохновение, но послушайте, если вы имеете доступ к английскому языку, то этот диалог между Кином Вилбером и Натальейом Брэндоном, это очень хорошо расширяет. А второй момент, я думаю, методологии, как вот создавать вот этот фон, который способствует позитивному образу предпринимательства, не просто образу, а, понимаете, образ-то имидж, это внешнее, а сущности вот этого предпринимательства это обращение еще к своим корням. Вот, например, Анатолий, ты происходишь из города Нижний Новгород, купеческий город. Можно обратиться к истории и изучить, я не знаю, изучал ли это, кто-то, но это было бы очень интересно изучить вот эту культуру до того, как все это раскулачили, раздробили, разрушили, чтобы какой-то, как бы, кто был ничем, тот станет всем, как бы, и все то, что было построено, было разрушено. А вот до того момента, как это было разрушено, можно вернуться и восстановить эту связь. Живые истории живых людей, которые были достойными людьми. Я в этой связи часто рассказываю историю возникновения фонтана на площади Минина, ты наверняка там был, знаешь, да, вот этот огромный, большой фонтан, его построили, построили три купца-старовера и построили его с единственным условием, чтобы никто никогда не платил за воду, которую они будут из этого фонтана брать. То есть это было важное условие, при котором они согласились это сделать на свои деньги, на свои деньги его поддерживали, ремонтировали, обеспечивали, потому что была большая проблема доставки воды в верхнюю часть города, Нижний Новгород, там есть верхняя часть, нижняя часть, и в верхнюю часть на лошадях тяжело поднимали эти бочки воды, потому что варим нужно было как-то мыться, там, и вообще как бы вода для жизни нужна. Они создали условия для того, чтобы накачивалась вода вверх, и люди могли бы брать ее при каких-то там более удобных обстоятельствах в жизни. И это не значимое служение, которое было реализовано, и которое увековечило имена этих купцов, так сказать, и которое говорило о том, что есть люди, которые заботятся действительно о чем-то еще более значимым и важным, нежели как личное благосостояние. Вот что я хочу сказать, что Айн Рент, она тоже эмигрантка там из Ленинграда, тогда это был не Ленинград, еще Петроград. Она служит отражением зеркала, но не нужно глядеться в чужое отражение, потому что там это деформированное зеркало. Вот есть вот конкретно этот пример, который ты назвал, и можно много вот так вот в четырех квадрантах осмыслить и насытить. И есть определенный дух, вибрация, энергетика и ощущение эстетическое вот этого всего. Можно сходить в Нижнем Новгороде в парк Кулибина и посмотреть на этот памятник Кулибину, потом прочитать про него. Кто-нибудь знает про этого Кулибина? В советское время многие знали. Давайте сейчас переосмыслим, потому что историография Советского Союза, она была очень претенциозна, то есть тенденциозна, она была как бы имела свои перископы. Давайте сейчас с интегрального уровня сознания возьмем все вот эти нарративы, повествования, положительные отклонения от того вот этого вот, что все плохо, ой, все плохо. Все было хорошо по-разному, в разных проявлениях. Интегральное сознание способность видеть и лес, и конкретные деревья. За конкретными деревьями видеть, как просвечивает сквозь них вот этот общий дух какой-то, общий контекст, общий фон, общее поле, все, все, что сама организует. И возвращаясь вот к большой теме, к твоей относительно интегрального подхода, как создание объемного видения. Я очень люблю цитировать одну из участниц моих программ, когда она сказала, что, вы знаете, я не ожидала такого эффекта от знакомства с интегральным подходом. У меня такое ощущение, как будто я стала видеть больше, что я стала замечать гораздо больше явлений, влияющих на мой бизнес, на мою жизнь. И это не перегрузка для меня, это естественная органичная способность наблюдать и уделать более качественные выводы. И метафора ее заключалась в том, что это лекарство от слепоты, о которой я не предполагал. То есть, как если бы я была слепа, но я и не знал, то есть, у меня было какое-то зрение, то есть, мне вот этого хватало. Сейчас я вижу, что я могу видеть гораздо больше. И это именно та объемность, о которой Жень говорит, и которая создает для стратегически мыслящих людей, для людей неравнодушно, гораздо больше возможностей. И я рад иметь возможность общаться с объемно мыслящим человеком, с Евгением Пустошкиным. Спасибо тебе, Женя, за то, что ты был с нами сегодня. Я уж не знаю, как у нас там, но какая-то запись у нас точно должна получиться, но если, так сказать, будем говорить, что может повезло тем людям, которые были с нами в прямом эфире, Google вот что-то такое сегодня подкручивает. Будем надеяться, что дальше все будет хорошо. Будь здоров, всех благ, увидимся в Питере. Кстати, я буду в Питере на мероприятии 14-го, по-моему, ноября. 14 ноября будет круглый стол впервые в России, наверное, в одни из первых таких мероприятий общей направленности про вертикальное развитие или психологию развития взрослых людей. Наше развитие не завершается в 16 лет, есть много стадий более сложного комплексного развития. Спиральная динамика одна из таких моделей, ну, она в других сферах тоже применима, но и в этой сфере тоже. Есть много моделей, в том числе на уровне Гарварда, в течение последних 30 лет они отрабатывались в других университетах. В России этой сферы психологии взрослого развития нет. И вот благодаря там утилиям Екатерины Нависовой, других товарищей, я стараюсь этому помогать, и наше интегральное пространство будет помогать этому. Мы будем развивать в России знания о психологии зрелости, психологии взрослого развития, обо всех вот этих замечательных стадиях объемного мышления и сознания, и чувствования, и самости, и ценности, и морального развития, эстетического развития, духовного развития. Все это богатая палитра, и наш мир вдруг станет не таким вот плоским, где вот есть только вот я вот сижу, а вот там какой-то бизнесмен что-то делает, наверное, ворует у людей, обманывает. Мы будем видеть мир гораздо более многогранно. Я благодарю вас всех, спасибо, что вы слушали и поучаствовали в беседе. Всех благ, Евгений, будь здоров. Амут.